Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Да, депутат Сейма от партии для развития ЗАИ, врач-кардиолог больницы Страдани Андрис Кридо у нас в гостях. Вот теперь доброе утро. Доброе утро. Да. У меня сразу к вам вопрос, не как к политику, а как к врачу. Вы собираетесь стать президентом? Про этого я еще не думал. Ну, может быть, уже пора смотреть, это тренд какой-то уже. Нет, теперь много работы в САИМ, и, конечно, я еще работаю и в больнице, и работы много, и про такой вопрос я не думал. А вот мы как раз тут за эфиром, у нас такая небольшая дискуссия произошла, то есть вы были избраны депутатом, получается, осенью прошлого года. Да. Но это нельзя сказать, что это начало вашей политической карьеры, вы уже до этого в политике первые шаги успели сделать. Да, да. Правильно. Если мы правильно понимаем, то в тринадцатом году вы как раз и основали партию из Оксана. Вот как дальше развивалась ваша политическая карьера для того, чтобы наши слушатели тоже немножечко проследили за вами этот процесс? Да. Да, мы разобрали эту партию, и партия наша паш-валдива свела, что у нас муниципальные выборы. Я участвовала, да. И там у нас депутат есть уже в втором собрании, да. И потом мы объединились в Латвии с Атыстибой и Кустибопар, и попали в Сейм. Но вы объединились после того, как вот в тринадцатом году вы сдали партию из Оксана, у вас было одно место в Сейме, после чего вы… Нет, потом не было у вас, не было. И поэтому вы объединились уже потом со всеми. Да. Хорошо. Как вы сейчас объединяете политическую карьеру и медицину? Потому что это очень разные сферы. То есть голова как-то по идее должна быть либо там, либо там. Как у вас это получается сейчас? Да. У меня консультации в больнице с Радони. И принимаю пациенты по понедельникам и пятницам. И любой может попасть ко мне. Я больше работаю редкими заболеваниями сердца, потому что я специализировался в этой теме. Я много учился и в Австрии, и в Америке. И, конечно, я должен, как сказать, тоже практику делать и работаю в больнице тоже. Да. Вот у вас время приема работы – это понедельник один час, а пятница три часа. Вот хватает для этого времени? Ну, это, судя по сайту Страдони, где было вчера? Это только по сайту. Я работаю полный день, понедельник с восемь до восемь вечером, иногда до десять вечером, и также понедельник. Потому что делаю и инвазивные процедуры, и зондирование сердца, коронографии. А это только часы приема, амбулаторные часы приема. И, конечно, наука там идет, и все вместе. Да, ну и вот поэтому логичный вопрос. Вы, например, находитесь на операции, или вы находитесь на приеме больных, в это время, там, не знаю, принимается какой-то закон, а вы не в зоне доза? Это время законы не принимаются. Не принимаются. Восемь утра никто не принимает законы. Да. И в понедельник, в смысле. В понедельник. Да. В вторник, среду и четверг, полный день сайма, тогда принимаются законы, дискуссии и остальные, как сказать, митинги, вопросы. Да. Ну вот вы в Сейме с осени, получается, работаете. Да. Вот какие у вас впечатления? Вы почувствовали, как человек со стороны, можно сказать, из другой отрасли? Все, о чем говорят, что политика на таком высшем уровне – это все-таки грязное дело, что ты попадаешь с каким-то энтузиазмом, и спотыкаешься о многочисленные какие-то препятствия, или все-таки вы сохраняете оптимистический взгляд? Конечно, может быть, не такой оптимистический, какой был до этого, но нельзя думать, что политика – это только грязная, ну, что только такая. И если ученый-человек там будет больше и больше, я думаю, ну, мы будем делать такую политику, как, ну, как сказать, ну, не знаю, как надо, или, ну, не грязная. Ну, вот все мы наблюдали на прошлой неделе эту драматичную ситуацию с Далгопилсом, которая, вроде как, там, промежуточно она разрешилась, все-таки плановые операции возобновились. Ну, можно это назвать, с вашей точки зрения, уже краем каким-то своеобразным, что это уже начинается такая не на словах, а на деле история достаточно неприятная? Да, да, Далгопилс, может быть, это была такая, ну, где мы видим, но ситуация очень близка к Далгопилсу и другим больницам. Мы, 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 прошлую неделю у нас было Аркарте собрание, да, с Аймой моей комиссией, и там были больницы, все большие больницы Латвии, и, и, и неотложная помощь, например, неотложной помощи, теперь не хватает 570 человеков, да, филчеров. Ну, от 10 до 15 процентов почти в каждой больнице, я понимаю. Да, но неотложная помощь, эта цифра побольше. Еще больше. Но вот у вас, скажем, нет ощущения, что вы немножко, скажем, предаете своих коллег, потому что у нас нехватка персонала, в принципе, везде и повсеместно, да, и очередь – это тоже небольшой секрет. Но при этом у вас сокращено время работы за счет того, что вы находитесь в это время вот в политике, например. А могли бы вот людей спасать? Ну, вот работая в политике, я могу помочь еще больше человеку. Но вы вот с 13-го года в политике и, скажем… Нет, так, но очень глубоко, с 18-го. С 18-го, ну, скажем там, чуть-чуть больше года. Вот за этот год, например, чем можете даже для себя лично похвастаться? То есть вот это вот ваше достижение или пока таких нет? Что мы теперь делаем на первые месяцы, да, мы зарабатывали в закон, что каждый год, сначала 19-й, 20-й, 21-й, повышаются заплаты медиков, врачей, сестричек за 20% каждый год. И теперь борьба, чтобы это так и было, да, 19-й год заплаты повышались, нужно, чтобы это было и 20-й год. А на сколько, напомните, в 19-м, кстати, они повысились? За 20%, но, конечно, это минус еще налоги, как каждая больница там сделала, да, у всех не было за 20%, но в законе это за 20%, да. И, ну, это, так что эти заплаты были очень маленькие, это, ну, это немного, и, ну, и план такой, который мы в законе зарабатывали еще, что за 20% еще в следующий год, и 21-й год еще за 20% будет повышаться. Андрей Скрида у нас сегодня в гостях, есть у нас, кстати, звонок, наденьте наушники, давайте, вот, примем первый звонок, да, слушаем вас, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста. У меня вопрос к профессору, насколько опасна процедура коронографии? Моему родственнику предстоит, он очень боится, там какие-то побочные, красящие вещества, у него сердце слабое, вот как это может повлиять? Да, конечно, что могу, сам делаю коронографию тоже. Если все врачи, которые у нас делают коронографию, они опытные, и, ну, риск какой-то меньше 1%, даже 0,1%, да, процент, так что не надо бояться. Если эта процедура точно нужна, да, если есть индикации, тогда, ну, у нас все аппаратуры, все на месте, если что-то случается, есть шаги, ну, как мы это делаем, так что не надо бояться. Ну, вот по поводу истории с Далбов, Пилсом и прочего, во время заседания в среду, да, ну, кажется, состоялась на прошлой неделе, вы сказали, что проблему нужно решать остро, проблему нехватки. Вот вопрос с повышением зарплат, это, наверное, не острые шаги, а такие более плановые, они происходят, в принципе, у нас уже давно, просто никак не доведутся до конца какого-то логичного. Что значит остро? Вот как вы видите решение острой проблемой, что вы сами говорите, что анестезиологи и реаниматологи могут вот в этом смысле выстрелить не только в Далгу в Пилсу, но и в Риге. Ну, я думаю, что 2020 год недалеко, и медики должны знать, что эта плата повысится, и тогда они очень будут идти работать на другие сферы. Например, у нас медсестры в государстве 20 тысяч регистрации, а работает меньше 10 тысяч, да, 10 тысяч, половина не работает, она работает в других местах или в других странах и, конечно, в других сферах. Не по профессии просто. У меня тут пропала связь, я не могу проверить, какая у нас сейчас зарплата у медсестер, просто вы сказали, что она была увеличена на 20%, насколько это действительно ощутимо именно в этой профессии? Потому что если зарплата 500 евро и стала там на 30 евро больше, это… Так и есть, да, как вы говорите, где-то, ну, 4 евро в час минус налоги, да, но если мы будем за эти 3 года, за 60 будет, да, ну, процентов повышаться, тогда это уже что-то немножко. Ну, вот вопрос такой, может быть, тоже более абстрактный и философский, опять же, вы работаете в СЭМе уже почти год, есть у вас объяснение, почему вот у нас медицина, она представляется как один из приоритетов всегда, и это вроде как справедливо и логично, при этом мы видим, что зарплаты обсуждаются, ну, на моей памяти, в годы 2009, как минимум. Может быть, еще раньше, и когда я начал… Может быть, еще раньше, да, и еще не происходит, но при этом, опять же, я не хочу вдаваться в какую-то такую риторику, очень распространенную в народе, но деньги, то есть, на оборону у нас находятся всегда, на повышение там ВВП, да, до 2%, на медицину почему-то на уровне разговора они тоже находятся, на деле нет. Вы для себя это объяснили, почему у нас так происходит? Нет, еще, вот вопрос очень правильный, как вы сказали, я это помню уже 19 лет назад, когда я начал работать в медицине, да, тоже каждый год ждите-ждите, будет-будет, да, но ничего не произошло. Еще мы не поняли, что, ну, что это здоровье, это важно, да, но может быть, у политиков так, когда они попадают в больницу, там все есть, да, но у министров, ну, у них сразу врачи все первые посмотрят, да, но так не должно быть, должно быть, что у всех тогда есть. Ну, просто медиков, Сэмми, ведь из 100 человек вообще хватает, в принципе, достаточно много, я имею в виду, именно профессиональных врачей, но... Теперь все, как депутаты, вы думаете? Ну, да, ну, по крайней мере, в предыдущих созывах, я имею в виду, кто-то, может быть, сейчас ушел, но были, почему никакого лобби в этом смысле эффективного не происходит? Вот, не могу ответить, теперь оппозиции я один, и оппозиции еще два или три, теперь не так много, ну, врачейся, депутатов Сэмми. А как у вас обстоит дело с зарплатами? Вы получаете, например, в Сэме полную ставку? Или она как-то вычисляется, что вот вы тут в эти дни были, в эти дни не были? Нет, как депутат, это полная ставка, да. Ну, у нас есть пример господина Щербатых, да, спортсмена, который тоже был в политике, вот, например, с августа, ну, это был девятый год, но вот с августа по декабрь он не тренировался, при этом получал зарплату, он, простите, тренировался, в Сэмми не ходил, но при этом получал зарплату и еще сказал, что я не заслужил, но не откажусь. Ну, это было очень мило с его стороны. Как в вашем случае обстоит дело? Вот, например, вы уезжаете на повышение квалификации, а врачи постоянно куда-то ездят. Что происходит? Как вот идет, не знаю, вот там, сокращение-то зарплаты идет, или вы столько же получаете? Заплата, заплата каждый месяц, месяц то же самое, потому что нету такое, у депутатов Сейма нету ни отпусков, ни такого, такого дела нету, да, все, работа идет, идет все время. Тоже мы думаем, что вас рак, летом отпуск или что, отпуска нету, да, мы все, каждый, если идем встретиться с людьми, да, много визитов у меня, в субботу, в воскресенье работаем, но это нету такого точного, такого точного дарбалайка, графика нету, да, и в законе, конечно, что может делать врач, науку и учитель, да, тоже. Ну, есть такие профессии по закону, где можно совмещать. Вот, раз мы о совмещении заговорили, я не знаю, увидели ли вы, нет, Корига не так давно такой материал размещала по поводу того, как главы больниц тоже совмещают работу, и там больше всех отличился, насколько я помню, это у нас в WhatsApp пишет, больше всего отличился глава восточной больницы, Simon Pyglides, который, как выяснилось, работает в ЦСДД на какой-то там непоследней должности, и за счет этой должности получил, кажется, более 50 тысяч евро в год. Ну, вопрос не в суммах, а в том, вот, учитывая все проблемы, насколько это вообще, я не знаю, логично совмещать, ну, с точки зрения вот глав больниц, которые работают на должностях в ЦСДД, например, в случае Пайгл-ДСА. Да, конечно, это здесь вместе дискуссии, как нужно нам смотреть, какие результаты у больницы, что мы еще, вот, хорошо, что вы это спросили, что мы еще делаем теперь. Конечно, мы все знаем, что нужно больше денег для медицины, да, но нужно и смотреть, как больницы, и, ну, большие больницы, и маленькие больницы, как их и старые, ну, как... Как потратить, распределить, да. Да, да, потому что мы знаем, что много денег, ну, не много, но какие-то проценты идут тоже, но не так, как нужно было, да, у, конечно, у многих врачей заплаты очень-очень большие, да, в больницах. И теперь вместе тоже мы работаем с контролем, да, и смотрим, как эти деньги размещаются, да. Например, больницы и страдания бюджет больше, чем 100 миллионов, да, в год. И, ну, у нас в комиссии нет такого взгляда, что там все идет внутренне, как надо, да. Так что от стороны Сейма мы делаем и законы, и парламентарный контроль, что мы знаем, что эти деньги, которые мы дали, точно все до последнего евро идут там, где надо. Ну, и тем не менее, вам не кажется, что вот, когда вы находитесь в больнице, исключить политику из своей жизни, конечно, легко. Перед вами лежит пациент, и вы полностью в него включены. А когда вы сидите в Сейме заседании, в это время кто-то звонит, какой-то форс-мажор, пациент, который вы прооперировали, допустим, или какая-то процедура была, он там попал в реанимацию. Как тогда происходит? На связи, не на связи? У меня планы, плановые, я теперь только плановые операции, плановые консультации, и в больницах, в больницах, конечно, работает, и интенсивная терапия, там есть врачи, если что-то отлучается, конечно, это, есть врачи, которые это и дальше занимаются. Если какие-то компликации. У всех врачей, если вот один врач, как сказать, делает какую-то процедуру, если компликации, тогда уже берет тоже в команде второй, третий врач. Хорошо, но вот как врач, как там зарплата вы получаете? Вот за эти часы, что вы отработали, или вы получаете полную ставку? Нет, только за каждую консультацию. Вот, например, консультацию. Сколько сделали, столько получили. А почему в Сейме-то не так? Потому что там... Мне просто интересно, то есть тут вы поработали, получили, а здесь вы не поработали и получили. Вам не кажется, что этот закон странный? Потому что нет, не странный, потому что, я могу сказать, нет, отдельно нету договора, да, у депутатов нету, чтобы отдельно, что это было, ну, не от коррекции, да? Независимо. Да. Нету отдельно такого договора. Ну, врачи, которые работают на полную ставку, особенно врачи хорошие, востребованные, они получают очень приличные деньги. Как правило, у них нет возможности уходить в любую другую сферу, потому что они заточены на свою, на медицину. Они могут принимать в разных больницах, они могут работать в частных клиниках, в каком-то частном порядке. Что вас не устроило именно в медицине? Ну, знаете... Сознательность? Нет, вот мы работаем в больнице, и знаете, сколько молодых человек погибает, потому только что наша страна не оплачивает какие-то операции, какие-то медикаменты. Десятих, я могу сказать, сто человек умерли у меня в больнице, молодые, у которых в других странах помогает, хоть лекарствами, а у нас не помогает. Вы хотели тебя изменить. А что мне делать? Да, ну а что вы бы делали? Нет, это просто вопрос. То есть вы пошли именно для того, чтобы вот изменить эту ситуацию текущую. Так, сейчас у нас есть звонки. На шаг назад я хотел бы просто по поводу совмещения должностей. Вот всё-таки прицепился я к этому Пайгу, но не в нём дело. Как вам кажется, если в больнице у работников среднего звена, да, медсестёр, у них вот такая ситуация, есть ли мотивация у главы больницы что-то делать, если сам он параллельно работает с СДД и получает ещё дополнительно 50 тысяч? Так же, как и вы, например. Ну, да, просто вот насколько это верно, с вашей точки зрения? Да, ну, я думаю, что теперь у нас будет следующая работа, что мы делаем. Мы делаем это в больших больницах под омесь, да. Советы. Да, и эти советы, под омесь будет смотреть, как работает Слымниц Валдес и заплаты. А в направлении больницы, да? Да. И в случае чего они могут тому выражать своё отношение. Ну, давайте, примем ещё один. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так вот, наконец-то заговорили о самой причине. Под омесь будет смотреть, как Валдес. Они же сами эти деньги больше и в части забирают. Больше миллиарда на медицину даётся. Будет полтора или два миллиарда. Через эти фильтры до низа всё равно не доходят деньги. До этих десяти тысяч нехватающих медсестер. Довольно. И вот сейчас хотя бы начали вы говорить о том, что надо деньги давать тем. Так об этом говорится уже много-много лет. Так снизу надо давать сёстрам, врачам, получающим мало. А не сверху этим, которые поедают 12 тысяч суммарно. В больнице с традами она преподает ещё, ещё что-то делает. Понимаете? То есть, сколько не дай денег, это вот сравнение, значит, на оборону мы туда-сюда. И это повторяется мантра. Денег в медицине достаточно. Передоспределяются они сверху вниз. И вниз не доходят. И не будут ещё доходить, если будет такой же подход. Вы сами называете причину. В том, что вот... Хоть одного можете назвать? У врача убрали, у этих бухгалтеров, у обслуги, у ослуживающего персонала, получающего тысячи. Убрали и дали вот это этой миссиске. Вы ни одного человека не назовете такого. Спасибо. Поняли. Да. И ещё плюс в больницах администрация тоже росла не так, как было раньше. И так есть, что администраторы заплатят намного больше, чем у сестричек. И, конечно, что нужно так, что эти деньги идут тоже с сестричек. Так что слушитель говорил правильно. Вы ещё, насколько я понимаю, глава парламентской комиссии по социальным делам и труду. Так ли это сейчас? Да. Ну, вот на прошлой неделе было. Да, вот это вам зачем? Как? Ну, для чего вам ещё это? Как это всё совмещается? Мне просто интересно, сколько времени вы работаете? 24 на 7? 24 на 7, да. А у вас семья есть? Нету. Вот поэтому и нету, да? И пока нету, да. Да. Так, дальше двигаемся. 672-12-93-9, 672-13-93-9, если есть ещё какие-то вопросы, то можете нам звонить. Вот вы сказали, что 20 тысяч медсестёр, и только 10 тысяч из них работает. Очень многие наверняка уезжают за границу. И вообще эта проблема, ну, как и для всей страны, так и для медиков тоже актуальна. Так оно и есть, вы тоже можете подтвердить, да? По-прежнему этот поток, он в одну сторону. Да, да, он, конечно, в одну сторону, но он, может быть, не так, как было, ну, там, 3-4 года назад, он уже уменьшился. Да, но ещё, конечно, есть. Ну, вот по поводу привлечения, вот уже больницы начинают какие-то более креативные подходы выдумывать. В частности, вот Гайлизерс подвёл в итоге не так давно этой своей кампании «Приведи друга, получи дополнительно 100 евро». И, насколько я понимаю, за полгода 61 сотрудника они таким образом смогли привезти в качестве друзей. Другим больницам тоже, может, стоит подключаться? Вообще, как относитесь? Серьёзно к таким вещам? Так, это я не очень серьёзно отношусь. В эстраде, мне кажется, что это тоже такое же. Я всё-таки это не… Ну, конечно, это не системная такая… А по поводу более системной, например, по поводу поощрения врачей, которые уезжают в регионы, тоже вам известно, да, наверняка, Минздрав поощряет тех, кто решает работать в регионах, ну, тоже средствами поощряют, я имею в виду. Да, ну, я думаю, что, которые работают по регионам, там нужно, чтобы какой-то коэффициент был в заплате побольше. И там они тоже писали с фондом, чтобы тоже, ну, для заплаты. То есть это более эффективно? Да. Давайте немножко там пофантазируем условно. Если бы вы могли сегодня принять закон, любой абсолютно закон, который там сразу отменить нельзя, но принять можно любой, какой бы закон вы приняли? Про законы вы думаете? Да. Ну, я вам могу сказать, какая, ну, один, что мы будем, какое мы будем делать в начале септембря, да, будем, я повысил бы ещё акции за сигаретами. Да, это все, всех электронных сигарет, и так мы тоже деньги получили, которые мы можем, можем, медицины, медицины, да, лекарства и заплаты. Нужно понять, что они не только заплаты, следующее дело, что надо, у нас компенсация, хоть если мы с Алидзином с Литвой… Сравним, да. Да, 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 лекарство, компенсация, ну, плохая, человеки должны доплачивать, много новых лекарств, онкология, даже кардиология, да, ну, не идёт компенсация, и человеки должны тратить очень много для лекарств. Да, это, так что, ну, лекарство второе. То есть, получить акциз на сигареты и алкоголь, да? Ну, это как один пример, который, да, это утро, я могу так сразу сказать. У меня к вам такой личный вопрос, на самом деле, вы специалист, вы политик, профессиональный врач и достаточно молодой человек, вы на год, кстати, младше меня, поэтому вопрос, когда вы находитесь вот внутри политической жизни, нет ли к вам отношения, что вот вы слишком молоды, например, или там мало, там, ну, такое, знаете, немножко менторское отношение для людей, которые, скажем, в политике уже по 20-30 лет? Нет, я думаю, что у нас в Латвии мы очень политичные инактивы, да, очень мало человек в партиях, да, мы думаем, что кто-то сделает в нашем месте что-то, да, но нам нужно больше быть политическим активом, да. Есть депутаты, которые еще помоложе, да, и, ну, я не считаю, что я еще, что через 5 или 10 лет это надо было делать. Есть у нас звонки, сейчас я просто еще задам один вам, вот по поводу решения проблем, ну, в контексте Даугавпилса Илза Винтела, нынешний министр, она вот предложила три своих варианта решения проблемы, она называла такие варианты закрытие некоторых больниц, увеличение зарплат и открытие рынка для врачей-гастарбайтеров из-за рубежа, да. Ну, увеличение зарплат мы сразу, наверное, это принято, потому что это самый, естественно, самый позитивный выход, но он как-то никак не применится. Вам какой ближе? Я так понимаю, что премьер, например, поддержал закрытие больниц. Да, и второй шаг, ну, и, конечно, нам нужно делать эту реформу, ну, не закрытие больниц, а может быть, вот, например, больница там X, где еще делается все, ну, там хирургия, интенсивная терапия, да, детские отделения, но, если мы идем и смотрим, ну, это детское отделение, например, нет ни одного пациента, там, неделями, да. То есть, отделение закрывать, а не больницу, вы имеете в виду? Да, ну, отделение, которое мало пациентов и работает не так эффективно, да, смотреть, какие, что в конкретной больнице, что делать, да, потому что у нас эта сеть, да, немножко больше, чем у других странах. Нужно смотреть, какие процедуры, что делать именно, ну, чтобы не было так, что две больницы, 10 километров или 20, одна из, ну, находится и делается и там, и там, а врач, который... Ну, у нас такого нет, наверное, особенно. Есть, 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 есть. А врачи, которые делают те же самые, они просто там 2-3 часа в одной больнице поработают и едут в второй больнице, да, но... А по поводу гастарбайдеров, как вы к этому относитесь, запустить и тем самым компенсировать нехватку врачей за счет из рубежа? Ну, это мы теперь будем делать дискуссии с Арсту Бедрибой, с кабинетом, с министрами, да, ну, это мы теперь... Ну, вы сами как к этому относитесь? Ну, если я, я бы хотел, чтобы здесь... А вы говорите, свои врачи? Да, свои врачи, и чтобы эти, которые уехали, сестрички и арчи, чтобы они вернулись. Ну, это в идеале, ну, вы же понимаете, что это не произойдет. Почему? Ну, я думаю, что некоторые вернутся, пара друзей у меня уже вернулись. А, все-таки, кто-то вернулся. Да, да, да. А что, если не секрет, что их мотивировало? Мотивировало, ну, понимаете, я думаю, что это больше такая патриотичность, ну, из-за того, что они патриоты государственные. То есть, они готовы получать меньше, но жить на родине. Да, да. А нет ли опасения, что если ваша фамилия будет фигурировать, скажем, в любом виде вопросов оптимизации больниц, либо закрытия, либо закрытия отдельных отделений, либо сокращение штата и так далее, то против вас могут ополчиться, в принципе, и коллеги, потому что они кухню изнутри не знают, они видят только результат. Вот сегодня мы работали, а завтра мы уже не работаем. Нет, многие медики понимают, что нужно работать эффективно, да, и, ну, политика такая есть. Звонок давайте примем. Слушаем вас, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вопрос такой, знаете, доступны ли нам сердечные лекарства европейского уровня здесь, чтобы нам могли заказать, я про родственницу свою, значит, у нее все время давление 110 верхнее, представляете, и 50 ударов в пульс. Это сердечная недостаточность, и ничего-то ничего не помогает. Ну, люди пользуются возможностью получить у вас консультацию? Конечно, что у нас доступны лекарства тоже, которые в Европе, и, ну, только по пульсу и только по давлению не можно сказать, ну, про сердечную недостаточность, там нужна консультация, и утрозвук сердца, конечно. Вот по поводу консультации, сколько сейчас, например, нужно ждать консультацию лично у вас? Вот я хочу записаться. Вот я, например, дочку записывала на УЗИ, мы ждали 4 или 6 месяцев, что-то такое. Прошлую неделю я еще, ну, нету этого, с травма и с лопада, я еще открыл, типа, еще дополнительные месяцы, тогда нужно было неделю ждать, но теперь они все уже заполнились, и теперь там пару месяцев, да, нужно ждать. А вот сколько критично эти пару месяцев бывает? Бывает, что к вам приходят пациенты, вы понимаете, что если бы он пришел 2 недели назад, можно было бы что-то сделать? Да, конечно, но у нас в Латвии, как сказать, маленькая, и врачи знают, с которыми болезнями я работаю, они могут всегда, как я сказал, писать меня на e-mail, и я хочу через 2-3 дня, если что-то острое, это пациенту мы принимаем этот же день. По поводу лекарств, вот, как я понимаю, вся эта история с противораковым препаратом Регвир, вы выступаете против распространения за ограничения. Не я выступаю, наука выступает, понимаете? Значит, в лице науки. Да, медицина, в науке нет такого выступления одного человека. Нет, но есть мнение, они звучат мнение специалистов очень многие. Нет, нет такого медицины. Медицина только, если у нас какого-то препарата есть, или нету, ну, трайлы, пирадиумы, да, пэт-дюми, исследования, да. Тогда мы его можем вкладывать, да, что он помогает. У этого препарата таких нету, и там дискуссия окончается, понимаете? Нет, всё. Дискуссия продолжается в том моменте, у многих возник вопрос. Те люди, которые этот препарат употребляли, которые, как утверждают, можно сказать, сами люди, он им помогал, они могут заменить его чем-то? Препарат заменить можно. Да, конечно, есть у нас теперь в мире для меланомии лекарства, конечно, эти дорогие, но они помогают. Но у препарата, которые вы сказали, нету никаких, никаких, ещё раз я могу сказать, пирадиум, как пирадиумы. Доказатель. Доказатель, что он работает, понимаете? Нету никаких. Но теперь он на рынке циркулировал достаточно долго, ведь, да, до того, как началась эта история. Но это ещё, вот вы спрашиваете, почему я шёл в политику, вот я вижу, вот такие ещё дела, да, что это только проект бизнеса, но это только проект бизнеса, как от государства, слава к науду, да, выкачивать. Да, выкачивать деньги, ну, как я могу сидеть и ничего не делать. Вот вы и сидели, и не делали ничего. Ничего не делали, да, и вот регвир появился. Но как раз вот сейчас вопрос, наверное, в том, насколько вообще реально противостоять не только там государству, да, которое, скажем, принимает этот или иной закон или не принимает его, но и фармакологическим компаниям, и бизнесу в целом, потому что мы же все понимаем, да, что любая медицина завязана на частный бизнес в том числе. То есть, насколько это вообще реально или это такая утопия, попытка чуть-чуть что-то изменить, сделать? Нет, нет, но если много молодых, новых человек там будет и в политике, это уже, ну, нету так, что мы ничего не сделаем. Вот, например, регвир уже остановили, да, он не идет за наши деньги, за ваши деньги компенсации, да, ну, так что, конечно, это мы не можем там все сразу, вот, вот, это утопия сделать, да, но по медленным, по шагам мы можем сделать много. Вот на прошлой неделе вице-президент Латвийского общества врача Роберт Фурманис опубликовал резонансную фотографию в Фейсбуке медика после трех суток дежурства. Да, видел. Да, ну, видели вы, я думаю, еще и потому, что он обратился к вам напрямую в этой фотографии, к Елзевентилу и к вам. Да, доктор Фурманис у меня хороший друг, и я, ну, как сказать, конечно, знаю, какая ситуация, нет ложной помощи, сколько он работает. Ну, вот я о том хотел, что у них еще такая негласная перепалка с министром произошла, она там как-то скользь, неофициально якобы, и вот он похмелье его улечил, а вот он и написал, что это не похмелье. Да, не очень, очень, ну, конечно, буду и в этой ситуации тоже переговорить с министром персонально, ну, что так. Но диагноз, поставленный Фурманисом вот под этой фотографией, то, что он написал, точно по-вашему, вы совсем согласны? Еще раз. Диагноз, который он поставил вообще в отрасли, ну, то, о чем он написал под этой фотографией, вы совсем этим согласны? Какой диагноз? Ну, диагноз я имею в виду в переносном смысле, я имею в виду, как он оценил ситуацию, Фурманис. Да. Он показал, что медики работают три дня, по три дня, как минимум, там, дежурства у них, и они не выдерживают и выгорают. Все действительно так. Ну, конечно, конечно, что анестезиологи, реаниматолог, как Роберт, да, конечно, что выгорают. То есть, думаете, я не выгорал, тоже кардиология тоже очень сложная, интенсивная терапия там идет. Ну, да, выгорание в медицине очень… Ну, вот сейчас, секундочку, во время заседания на прошлой неделе, насколько я понимаю, глава ассоциации молодых врачей, Карлис Раценс, да, он упомянул, что у нас есть такие в этом смысле в системе проблемы, в том смысле, что не должны анестезиологи и реаниматологи, на них не должна падать такая нагрузка, есть интерны, которые, например, в той же Германии замечательно справляются с этими обязанностями. Это тоже действительно так? Почему тогда у нас это не работает? Да, потому что вот программа резидентуры, например, интерная медицина, не была на этого, что… Ну, там было больше на амбулаторные, ну, консультации и на такое, да? Не на интенсивную терапию. Да, и теперь эта программа… Раньше три года учились врачи, теперь пять, и теперь уже последние два-три года. И теперь тоже интенсивную терапию тоже им учат. То есть будут они там работать? Да, да, и тоже полуменологи, тоже, да, другие страны работают много, много интенсивной терапии, и делают то, что даже реаниматологи. У нас тоже идёт всё постепенно на этого. Какая, на ваш взгляд, сфера медицины в наиболее критичном состоянии сейчас? Не понял вопрос. Ну, у нас есть там детская терапия, кардиология, онкология и так далее. То есть какая сфера в наиболее критичном состоянии? Конечно, онкология, ну, и анестезиология, реаниматология, да. То есть самые критичные жизненно важные, по сути, сферы? Да. И редкие, редкие трансплантации, да, эти, ну, такая тертиарная медицина, сложная медицина. Давайте ещё звонок. Давайте, конечно. Доброе утро. Доброе. Пожалуйста. Знаете, вот, если это не секрет, скажите уровень смертности по сердцу среди хотя бы наших соседей, Литвы, Эстонии, на каком Латве находятся? Да, по сосудам, по болезням сердца Европы мы, ну, совсем, не совсем последний, я один за, ну, плохо у нас. Показатели, хоть, если мы с Эстонией сравниваем, да, тогда, ну, хуже, хуже, да. И именно мужчинам, мужчинам. Ну, да. Умирает мужчина, ну, вот, 50, 60, 40 даже лет, да, полная интенсивная терапия с инфарктом. Если о лекарствах ещё говорить, вот это тоже… Потому что не принимаем лекарства, а вот принимаем то, что продаёт аптеки, да, всякие там, всякие там эти… Всякий регивир. Всякий регивир, всякие устуры богаты на АТА, да. Да, 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 там всякие какие-то криллы, элли, да, но это ничего не работает, нужно принимать то, что врачи выпишут. Вот такая небольшая революция по поводу того, что хотят обязать врачей, в частности, семейных, писать не бренд лекарства, а… Состав. Как это называется? Да, 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 это очень хорошо, это очень хорошо, я это делаю уже давно. Ну, нужно понять, что активное вещество – это у всех, ну, например, там, не знаю, аторвастатин, да, оригинал очень дорогой, какой-то генерик. Там за один евро или… И никакой разницы прямо? Можем сказать, что никакой разницы, да. А побочные эффекты тоже? Нет, если есть побочные эффекты, тогда врач может и писать этот оригинал. Ну, по идее, тогда после принятия такого закона фармакологические компании, которые, как мы уже все знаем, держатся частными лицами, все-таки частным бизнесом, должны были очень сильно возмутиться и лоббировать как раз-таки какой-то другой закон. И делают, вы думаете, это не делается, это делается, но они тоже будут теперь цены уменьшивать, да? А может быть, они наоборот поднимут цену на вот как раз активное вещество? Нет, цены будут ниже. Так, последний вопрос. Вот традиционным медикам часто я задаю по поводу легализации медицинской марихуаны. Вот у нас разные мнения звучали. Был у нас и Петерис Апенес, он сказал, что это все ложь и миф медицинской марихуаны. Был глава аптек Липкинс. Он сказал, что общество не готово. Вы, как я понимаю, более позитивно смотрите на этот вопрос. Более позитивно. Есть диагнозы, для которых нужна нейрология, палиативная терапия. Есть у нас, если мы берем Соединение Штатов, Америку, тогда там более чем 10 диагнозов, для которых тоже медицинская, каннабис, да, ну, Петерис Апенес, тоже исследование, да, что она помогает. Ну, у нас, вот скажем, в обществе, понятно, если мы уберем тяжелые наркотики, да, это у нас сигареты, каннабис в каком-либо любом виде, алкоголь. Вот как бы вы их расставили с точки зрения, что самое вредное, на ваш взгляд, и что менее вредное? Ну, конечно, что сигареты, это номер один, это, ну, точно, да, инсульты, инфаркты, гангрены, это номер один. Если мы говорим по вину, по алкоголю, это тоже ясно, что, ну, это нельзя так рекомендировать, да, но маленькие дозы, маленькие дозы, если там нет никакого риска онкологии печени, да, что они, ну, это даже позитивно, это позитивно, да, маленькие дозы. Одна в глаз вина, вино, это… Один бокал вина не критичный. Да, это лучше, это даже лучше, чем нет, чем даже нет. Это тоже… Отличный, знаете, сутки, 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 конечно, сутки, да. Ну, это самое позитивное желтое. Ну, это все позитивно, и на последнем месте стоит каннабис. На последнем месте, ну, это, да, ну, нужно понять, что только если мы медицине его используем. Ну, да, без употребления, вообще, не законно. Да, а если мы его так, кто хочет, тогда, может быть, он перейдет в первом месте. Понятно, спасибо вам большое. Ну, и хотел еще поговорить. Спасибо, Андрей Сотт, да, врач кардиолога больницы Радыни, депутат Сейма Андрей Скрида был у нас сегодня в утре. Спасибо вам.